Таша Клевер 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 Наше время. Румяная, пышная продавщица местного магазинчика Лариска, завидев Лёльку издалека, ринулась как бы невзначай той навстречу. «Лёль, привет! Ты не ко мне случаем, а то я тут на перерыв ушла. Знаешь, что с Петровной приключилось?» Цыганка, плавно повернув голову в сторону лорки, лишь усмехнулась. «Не к тебе, Лариса. Иди по делам своим». «Ой, Лёльечка, может, ты поможешь ей, как раньше? Трясёт её всю. Лихорадит совсем, Петровна. Плохо стала. Под себя ходит и по стенам мажет. Харкает прямо в избе. Гадит. А как приступ ярости начинается, то бесы прям так лезут из неё. Бронится, матерится, проклятиями сыплет. А голова-то голова ходуном ходит. Бабы говорят, что проклятие на ней. Вот она с катушек слетела. Спаси её, Лёлечка. Не оставь в беде». Грубым прокуренным басом выпалила продавщица. «Бабам своим передай, что помогать не буду ни ей, ни им. Напомогалась». Грозно буркнула Лёля и свернула в сторону леса. Погрузившись в горькие мысли, цыганка прислонилась к могучему стволу сосны и, закрыв лицо обеими руками, сползла вниз. Воспоминания накрыли волной. Семнадцать лет назад она бежала с красавчиком Мишкой от родных и близких. Выкрал он её. Спас от ненавистного цыгана Штефана, коего ей в мужья сулили. Расписались, дом купили в старой деревеньке. Мишка в заработки на севера подался, чтобы хату подлатать. Да хозяйством обзавестись. А Лёлька в городе гаданиями стала промышлять, пока мужа ждала. Несмотря на то, что денег на жизнь тот же не оставил. Первый год местные её стороной обходили. Побаивались. Как у кого что пропадёт, так сразу к цыганке шли разбираться. А позже, поймав за руку истинных воришек, всей деревне и прощения просили. Бабы гадать наведывались, мужиков привораживать, да детей лечить от хвори. Никому цыганка не отказывала. Всех принимала. Только однажды к ней главная деревенская сплетница Петровна заявилась. Но гуляла на стороне дитя, да к Лёльке за избавлением пришла. В ногах валялась, просила, заклинала, да вот только цыганка отказала той. Срок большой был. Да и грех такой на душу женщина брать не хотела. Выгнала Лёлька Петровну. А через четыре месяца ночью, пойдя за травами со стороны кладбища, детский плач услышала. Подбежала цыганка, стала пальцев кровь стирать, разгребая стылую землю, да извлекала младенца в одеяле. «Тэхан, трэмаса!» «Терзай тебя живьём!» Вырвалась из груди Лёльке проклятие в сторону той, которая со своим детём такое сотворить смогла. Подхватила младенца на руки и понеслась со всех ног домой. Как назло, на следующее утро бесцеремонно в хату соседская старуха ворвалась, бабка Оля. Несмотря на то, что в деревне Лёльку любить и уважать стали, соседка всё списывала на молодую цыганку. Курей хоре задушила Лёлька. Собака кота соседского подрала Лёлька. В колодец ведро ухнула. «Батюшки!» Простонала бабка. «Этж, Мишке полгода нет, а ты разродилась? От него хоть?» «Эй, я это...» Забыв, зачем пришла, старуха замолчала и тяжело опустилась на табурет. «Бабуль, девочка дрожит от голода всю ночь. Продай молока козьего». Старуха замешкалась. «А груди чего не кормишь, мамаша? Или у вас цыган, как у кукушки? Где...» Не успев закончить фразу, соседка резко замолкла, заметив, как широко распахнуты глаза Лёльки резко сузились. И правильные черты красивого лица мгновенно исказила гримаса злости. Выложила тогда молодая женщина соседке всё как на духу. И про Петровну рассказала и про то, как и где малышку она нашла. И про проклятье в адрес беспутной мамаши. В то утро две враждующих женщины стали неразлучны. Три месяца прятали девочку. Сблизились, сроднились, как мать с дочкой. Вспомнила Лёлька, как отдать свою злату хотела. Людям признаться и рассказать всё. Если бы не бабка Оля. Эх. Как Мишка вернулся, тоже вспомнила. И как не смогла она признаться ему во всём. Сказала, что злата кровинушка её родненькая. Дочь от плоти и крови их. Вспомнила, как девочку гаданием да заговором учила. Вспомнила, как муж начал видеть сходство между дочкой с местным алкашом Сашкой. Но самым главным воспоминанием стало проклятие. Которое она на весе лес и кладбища прокричала. Не думала она, что только через пятнадцать лет действовать начнёт. Она вообще не думала о том, что сработать может. Пятнадцать лет назад. Ночная метель разыгралась не на шутку. Но даже сквозь её ночные завывания Лёлька услышала шум шагов. Тяжёлый стук не просто сотряс дверь, но и разбудил малышку. А та, в свою очередь, сообщила громким криком нежданному гостю о своём существовании. Войдя в дом, Мишка замер на месте, открыв рот. Это Злата. Неловко поведя рукой в сторону ребёнка, вымолвила женщина. Твоя дочь. В то же мгновение в голове женщины пронеслась сотня мыслей. Она даже успела пожалеть о том, что с порога не сказала мужу всей правды и, закусив губу, кинулась в объятья Мишки. А тот, подняв, Лёльку на руки закружил со всей дури. Улыбка на его лице с каждой секундой становилась всё шире, обнажая ряд ровных белоснежных зубов. Когда наутро явилась бабка Оля с банкой в руках, Лёлька ещё в сенях успела предупредить, чтоб такивала, чего бы не сказала цыганка при муже. Старуха быстро смекнув, что к чему, только поддакивала, досетовала, что молодухе без мужа плохо. Молоко, мол, пропало, приходится козьим дитя отпаивать. Спустя пять лет Мишка начал жену попрекать, что их дочь похожа на соседского алкаша. Да и сам пить начал. Пришлось бабке Оле вмешаться, подкараулила она Мишку, да всё ему и выложила, как было. А тот в химельном угаре не поверил. Сжал кулаки, да к Петровне отправился. Как услышала детоубийца, что злату Лёлька на кладбище откопала, так и грохнулась в обморок. Когда в себя пришла, умоляла Мишку никому ничего не рассказывать, обещала тайну эту до самой гробовой доски хранить. Хмель сняло в одно мгновение. Горькие слёзы покатились по обветренному красивому лицу мужчины. Домой он ринулся, перед женой на коленях стоял. Прощенье просил. Но о том, что тайну знает, даже не обмолвился. Мол, бес попутал мысли дурные в голову вложил. Прости, говорит. Моя дочь Златка. Точно знаю. Только с той пары Петровна с двумя подружками недоброе задумали. Стали клеветать на Лёльку, слухи гадкие по деревне пускать, Да и Злату задирать, Бесовым отродьем называть. Когда девочку Петровна родила, сыну её, Сёмке, тогда два года было. Желанный долгожданный ребёнок от мужа. Не то, что нагулиная дочь. Рост в достатке и любви баловали сильно. Но к семи годам стал неуправляем. В собак камнями кидал. Котам банки консервные за хвост привязывал. Бил детей, кто послабее. Златке тоже доставалось. Правда, не сильно. Однако, когда раскрылась правда, Петровна сыночку запретила к Злате подходить. Ведьма, мол, она. А таких лучше не трогать. Несмотря на это, маленький гадёныш начал ещё сильнее над девочкой измываться. То в лужу толкнёт, то из рогатки стрельнёт, то подкараулит и клок волос отрежет. Лёлька раз от колодца с полными ведрами домой возвращалась. Увидела, как Семён колючки репейника с Злате волосы бросает. Схватила за ухо сорванца, оттаскала да пригрозила как следует. Тут на защиту мальчишки подруги Петровны встали. Людка да Верка. Толкали цыганочку, за волосы хватали, да только отбивалась слабо. А когда Верка в одно ведро с водой плюнула, а Людка горд земли в другое кинула, разрыдалась Лёлька, упав на колени. «Теворове! Пескро! Джибен! Плакаться тебе всю жизнь!» Закричала Лёлька в сторону подружек. Те только рассмеялись, да схватив за руки пацана в сторону дома Петровны направились. «Мамочка, не плачь, я их прокляну, и помрут они!» – тихонько шептала девочка, вытирая грязной ладошкой слезы с лица матери. «Вставай, мамочка, я сейчас ведра помою, и еще воды наберем!» Лёлька улыбнулась, поднялась, и, оттряхнув от травы юбку, обняла ребенка. «Эх ты, проклинальщица! Пойдем домой колтуны вычесывать, а за водой позже схожу!» Несколько часов Лёлька распутывала шикарную копну длинных русых волос дочки. Пришлось даже бабку Олю на помощь звать. Та, покопавшись в густой гриве, Златы громко изрекла «Надо стричь!» На то мы порешили, обболванили девчушку под мальчика. Но Злату это не расстроило. Ей казалось, даже нравится новый образ. Когда малышка выпорхнула во двор с котом Тимкой, цыганка, начав собирать на стол нехитрый ужин, с грустью спросила. «Бабуль, вот за что не так, а? Знала бы, Петровна, чье дитё я рощу, стала бы со своими сплетницами так и смываться над нами». «Знает она, милая, знает!» Едва буркнула соседка. Только что тусклые, уставшие глаза цыганки вспыхнули и вперлись в старуху. «Пойду я, деточка, козочек пора доить!» Бабка, шаркая, быстро направилась к двери, но была ловко поймана за рукав. «А ну, выкладывай!» потянула её обратно Лёлька, но в хату словно свежий воздух ворвало из злато, с котом на руках. «Бабушка, меня Тимка не узнал!» рассмеялась девчонка. «Ничего, ничего, внученька, он привыкнет и волосы отрастут быстро». Бубня под нос старушка всё же скрылась в дверном проёме. Словно ураган поднялся внутри цыганки. «Доченька, с Тимкой поиграй, я за бабушкой схожу, ужинать все вместе будем», произнесла Лёлька и, потрепав в свеже отстриженные волосы, дочки выбежала из избы. «Ах ты, ведьма старая, а ну рассказывай, что знаешь!» Ворвавшись, в сарай потребовала женщина. Бабка, приготовившая ведро для дойки и почти усевшись перед козой, привстала от неожиданности. «Дочка, ты только не кричи, пробурчала старушка, а позже обо всём поведала. «Значит, Мишка знает», вздохнула цыганочка. «А как же, знаете, Петровный по пьяни разбираться ходил, и змея-енто тоже знает, что златик наша, кровинушка её». Лёлька вздохнула. «Не зря я тогда прокляла её в ту ночь, только проклятие не сработало видать». Наше время «Лёль, ну что ты, как маленькая, а?» За сбежавшей в лес цыганкой шла развощёкая продавщица. «Говорят, ты прокляла, Петровну, ты и снять можешь. Баба, она и вправду дурная, злая, но человек всё же. Ты это, не подумай ничего. Я так, по доброте душевной попросила». Лариса, выйдя из горькой дымки, воспоминаний произнесла Лёля. «Ты знаешь, не смогу я ей помочь. Злата моя сможет, если правду ей родная мать расскажет. Да захочет ли она после этой правды помогать? Не знаю я». «Совсем ты обезумела, Лёль. Себя не слышишь. Дочь свою приплела». «Лёль, а правда, что ты мужа у Петровны увезти хотела, пока твой на заработках был, да не получилось, вот ты её ротой прокляла». Лёлька рассмеялась. «Дур ты, Лариск, потому и слухом веришь». И, поднявшись, продолжила. «Пойдём уже, сахара мне продашь, да спичек». В редкие моменты просветления Петровна и правда звала к себе Лёльку и Злату. Подруги её даже прибегали несколько раз по очереди, просили прийти. Раз вдвоём явились. Верка, завидев пятнадцатилетнюю Злату, во дворе развешивающую бельё даже на мгновение уловила схожесть девочки с Петровной. «Люд, гляди!» толкнув в бок подругу, Верка продолжила шёпотом. «А на Петровну Златка-то чем-то похожа». «Милее, миля, твоя неделя!» ответила Людка и закричала. «Златушка, здравствуй!» Злата, закрепив прищепками простынь, удивлённо выглянула из-за неё и, смеясь, спросила. «А, вы ещё не сдохли?» В памяти девушки всплыли картины, как две ненавистные бабы толкали её маму. Грязь и плевки в вёдра с кристально-чистой колодезной водой. Бабы неловко потоптались. «Златушка, да прости нас, не со зла мы!» «Перед мамой кайтесь, если простит, весь ваш рот не сразу передохнет». На крыльце появилась Лёлька, из-под навеса дровница вышел Михаил и заорал. «Вон, пошли гадины!» Верка замялась. «Петровна, зовёт она!» Но, увидев направляющегося прямо к ним Мишку с топором в руках, бабы быстро ретировались. В ту ночь Мишке не спалось. Несмотря на позднюю осень, в избе было душно. Мужчина встал и приоткрыл окно. «Не спится, Мишенька?» услышал он тихий голос жены. «Петровна, наверное, покаяться хочет», выпалил в ответ муж и сел на край кровати. Лёлька, выпытавшая у бабки Оли правду, ничему не удивилась. «Наверное. А что ж ты молчал столько лет?» «А что говорить?» Еле шевеля губами ответил мужчина. «Ты моя жена, Злата моя дочь». Остаток ночи провели без сна, разговоров не было. Каждый погрузился в тягучие мысли воспоминаний. В эту же ночь Петровна померла, бесновалась знатно. Перебила всю посуду в хате, бегала все от кого-то, ела золу из печи, докричала криком, что черви ее изнутри едят. Семен с отцом по соседям побежали, привели подруг матери, а сами от страха по углам расселись. «Злата! Злата!» промычала женщина и испустила дуб. Покрыли ее тело на кровати, решив дождаться утра, чтобы все по чести для покойной сделать. Вот только отбросив утром простыню, увидели копошащихся червей по всему телу. Глазница выедены, полон рот жирных, белесых гусениц, кожа потрескалась и сочится вонючей жижей, наполненной опарышами. Собирали тело покойной почти по частям, хоронили в закрытом гробу. «Сбылось, проклятие, ляленька! Ой, там живого места не было, все в червях!» безумно голову потрубал, да побросал гнить прямо во дворе! Лелька безмолвно колдовала над опарой. «Лель, ты хоть бы слово сказала!» Начала была бабка, как через порог прямо на пол ввалилась злата. Волосы, отросшие за много лет, были выстрижены клоками до залысин. Курточка порвана, через колготки на коленках раступила кровь. Женщина бросилась к девочке, а та билась в конвульсиях. Ее трясло. Лелька обхватила лицо дочки руками и с ужасом обнаружила ссадиные синяки. Бабка Коля запричитала и кинулась к печи за теплой водой, чтобы промыть раны. «Златочка, милая, что с тобой?» «Эй, ты, гнилужка! Говорят, твоя мамка мою прокляла!» окликнул девушку Семен. Стройный стан юной пятнадцатилетней красавицы застыл. За плечо потрепали. «Оглухо, что ли?» «А ты знаешь, что тебя выкрала цыганка младенцем и растила как свою!» послышался знакомый голос Верки. «Да порчу на твою родную мать навела!» Всегда смелая Злата и вовсе оторопела. Не успев понять, что происходит, она почувствовала, как сильные руки парня подхватили ее и поволокли в сторону ее дома. Следом бежали Любка и Верка. Усадив на старый табурет девчушку, Семен ударил ее по лицу. «Читай, сука, нечистые свои заговоры, чтоб батя на поправку пошел!» «С меня порчу снимай!» раздался за спиной голос Любки. «И с меня подхватила Верка!» «Сдохните вы все!» Только успела произнести Злата, как бабы вцепились ей в густую копну русых волос. «Ножницы неси!» заорала одна из них. И уже через пару минут девочка была стрижена клоками. Еще один удар по лицу и еще! Злата упала на колени, но Семен схватил ее за остатки по деревянному полу. Колготки провались, колени стерлись в кровь. Девчушка поднялась, направилась к окну и высадила локтем стекло. Нырнула в проем, зацепилась курточкой, почти повиснув. С кровати послышался стон. Отец Семена заметался в приступе, отвлекая мучителей. «Живи!» крикнула Злата, шлепнулась на землю и припустила в сторону дома, несмотря на ноющую боль в ногах. Выслушав Злату, Лелька как струна выпрямилась и быстрым шагом направилась к мучителям своего ребенка. Осенний ветер трепал локоны цыганки. Тонкое платье не грело, но холода Лелька не чувствовала. Кровь закипала в жилах, жажда мести будражила. «Вот она, проклятущая!» завизжал Верка, завидев цыганку издалека. «Сейчас мы и тебе, лох, мы повыдергиваем!» Баба двинулись навстречу своей предполагаемой жертве, но как по волшебству остановились у булыжника, лежащего на окраине дороги. Лелька вознесла руки к небу, закружилась словно в танце, оглушила деревню и соседний лес своим криком. Верка в этот момент схватилась за волосы ударила со всей силы ту головой камень. Череп женщины треснул, потекла кровь в перемешку с мозгами. Верка же, словно обезумев, начала рвать и царапать свою кожу, взлыла раненым зверем, разделась до гола и помчалась в лес. Семен, наблюдавший эту картину, бросился к цыганке, упал в ноги, но та только развернулась и пошла прочь. Мишка, вернувшийся со смены, поздно ночью обнимку. Баб, вы чего? Но увидев лицо дочери, осверепел. Кто? Бабка Оля тихонечко подошла к мужчине и, приложив палец губам, приказала жестом молчать. Спустя пару недель Лелька, Мишка, Злата, бабка Оля и кот Тимка перебрались в город. Купили небольшой домик, перевезли хозяйство. Злата так и не узнала, кто ее родная мать, да и незачем было уже. Все списали на сумасшествие деревенских баб. Мол, несли они о колесицу. Судьба девочки сложилась хорошо. Лелька забеременела от Мишки и родила сына Петра. Верку, убившую под цыганским гипнозом Любку, долго искали и нашли через год ее останки, поеденные зверями близ болота. Дети и внуки этих женщин еще семь поколений будут испытывать нужду и голод, пройдут тюрьму и тяжкие болезни. Бабка Оля долго еще проживет, и Петька успеет вырастить, и правнуков от златки дождется. Бедный. Лелька протянула мятую купюру бомжу, сидящему у магазина. На, поешь. Рассматривая гнилые раны на голове молодого мужчины, женщина спросила, а почему вы в больницу не идете? Бомж пошевелился, в нос цыганки ударил запах гнилого мяса. Лелька поежилась и еле сдержала рвотный позыв. Не могут ничем мне помочь, не понимают, что со мной. Странно, едва успела выдавить из себя женщина, как уткнулась в до боли знакомый взгляд. Гнилый снырот мужика растянулся в ехидной улыбке, в его горле что-то забулькало, заурчало. Сука! Сгнил все-таки. Конец рассказа.